Чё? Всем привет! Это «Взгляд с трибуны». Футбольный клуб «ГИК» продолжает вас радовать с качественным контентом. Поехали! Качественный диалог с фанатами Одно из важнейших составляющих жизни футбольного клуба У каждой команды схема взаимоотношений с болельщиками устроена по-своему Во «ВГИКе» все просто 5 блоков обсуждаемых вопросов 5 челленджей. В случае выполнения представителем фан-сектора определенной нормы заданий – исполнение клуба просьбы болельщиков. В первый раз я услышал о том, что существует футбольный клуб в ГИК, то, что его начали создавать, когда я еще был в армии, был 17-й год. Изначально, то есть я был подписан на паблик в ГИК, были интересны достаточно новости, мемы, в достаточно необычном формате. Обычно в российском сообществе были популярны, скажем так, мемы, футбольные мемы, особенно в ГИК. Он выделялся своим острым мышлением на различные темы. Все это началось с каких-то ляпов Дмитрия Губерниева, ошибок Акинфева, и все пошло-поехало, и за счет этого в ГИК начало раскручиваться. И зрителям это просто ребятам, подросткам, вот я в то время подросток еще был, это было интересно, потому что это было необычно. Вот, а что касательно самого клуба, понятное дело, это такой прорыв достаточно был, то, что в ГИК выходит на какой-то немного иной уровень. То, что ребята вот просто взялись, собрались и играют, хоть и в любительской лиге, но мечтать не вредно, путь к ФНЛ, хоть и звучит в какой-то степени иногда смешно, но... Дай-то Бог, посмотрим. Все еще впереди. Как раз болеть начало с конца 2018 года. Я вернулся из армии. Был матч против штурма в любительской лиге. Мы тогда его выиграли. И, то есть, с нами там, по-моему, человека два только было, не больше. Мне просто повезло в том, что стадион находится в 15 минутах от моего дома, поэтому я решился сходить на свой первый матч у ГИКа. Дальше уже больше было, дальше меня добавили в друзья Москалева. Оказалось то, что это мой очень-очень давний друг. Где-то лет 8-9 назад мы с ним пересекались в детском лагере, но при этом мы никак не обменивались контактами вообще со всем. И прошло достаточно долгое количество лет, и вот мы снова встретились. Это был такой очень неожиданный, приятный сюрприз. Я очередной раз убедился, что мир тесен. Вот такое вот знакомство произошло. Раньше в свое время ходил на футбол, на матчи сборной, на матчи локомотива, но сейчас с таким ритмом жизни, когда я постоянно учусь, работаю, я пока что на ГИК стараюсь время находить. Потому что большой футбол мне как-то, знаешь, не то, чтобы надоело, он не наполнен той энергетикой, которую я могу здесь получить. Потому что там очень много запретов, какая-то своя культура, скажем так. Я ничего не имею против фанатских движений, всяких там ультраскультур. Это все здорово, это все хорошо, пожалуйста. Просто я начал вот именно фанатеть по такому вот футболу любительскому, когда пацаны реально скидывают в свои бабки, чтобы получить кайф от того, как ты бьешь по мячу. Вот и ты видишь, как они стараются, и вот это реально заботит, это как-то подталкивает в жизни даже. Мне от этого, на этот гораздо приятнее смотреть, как ребята бьются. А порог вхождения, получается, для болельщиков здесь проще? То есть там нужно как-то в теме быть, а здесь пришел и просто получил? Здесь, да, да, так и есть. Здесь просто, знаешь, что здесь ребята ничего от тебя не требуют. Ты самое главное, просто приходи, смотри. А уж кричать тебе там за цвета, не кричать, это твое решение. Это твой выбор. Я как-то потом, мы начали ходить дальше на другие матчи, потом узнали, что будет матч с Амкалом. Но мы захотели как-то проявить себя. Появились первые идеи формирования такого небольшого фан-сектора. Позвали еще ребят. Потом уже начали вот с пиротехникой баловаться, скажем так. Это чисто от меня такая инициатива исходила, скажу честно. То есть я сам лично где-то вкидывал по полторы тысячи, по две тысячи. И вот самая дорогая такая по пиротехнике, как раз оказался матч с Амкалом. Где-то две с половиной тысячи мы потратили на все. Второй получается? Да, 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 да. Второй матч с Амкалом. Ну вот сам матч с Амкалом, мне кажется, это такой прям эпик был, на котором в гиг достаточно прославиться, скажем так, в российском интернете в том числе. Вот самое кайфовое такое впечатление, которое я получил с Авгиком, это было время осенью. Мы продолжали где-то все лето почти отходили на Авгик, то есть также с пиротехникой все. И мы узнали про то, что Авгик выезжает в Грозный, в Чечню. Многие восприняли, по-моему, делать шутку там, то, что Дану, тысячи километров, прям давайте первый выезд, ха-ха-ха-ха. А я просто ворвал всю бизету, написал, я поеду. Но ребята сначала не поверили, типа, Дану ты гонишь? Я такой, да нет. Собрал деньги, там 10 тысяч обошелся перелет. Ну и вот только на деньок, в итоге, в свой выходной, потратил на Грозный, о чем ни капли не жалею. Сами ли у вас видно в будущем? Без шуток. Блядь. Вы эти ребята? Запомните этот момент. Вы эти ребята? Насладитесь им прямо вот сейчас. Блядь, человек речь пытался долгнуть, а вы когда раззывели. Да это Мирон, ну нахуй посмотри на него. Ебаный ингуш. Ну что ж, да вы темниками, да, Мина? Конечно. То есть вообще сама команда, само сообщество, основывающиеся на шутку. Мы нестандартные. У каждого из нас, понятное дело, есть свой путь. Но мне кажется, вот этот проект ГИКа, то, что мы подъединили сюда, в Грозный, это должно стать отправной в ход, точно. К успеху. Давайте, ребята, подачи вам, всем спасибо. Эмоции, конечно, я там получил потрясающие. Ну, во-первых, то, что с самими ребятами я оба-обок был. Посетил Грозный. Так что обстановка по кайфу. Реально была. Честно сказать, понятное дело, болельщики ждут чего-то большего. В том числе я от ГИКа жду немного большего. В том плане то, что вот есть у нас, допустим, выступление в команде, в турнире ЛФЛ. Есть выступление. Было выступление в Амад Тейр-лиге. Если мы хотим, допустим, развиваться, двигаться дальше к ФНЛ, то есть нам надо уже как-то расти, отталкиваться, заявляться в КФК. Понятное дело, это должно пройти время определенное, чтобы у нас появились какие-либо спонсоры или просто люди, которые были бы заинтересованы в нашем проекте. Ну, какие-то подвиги есть уже, подвиги. Изначально наша группировка не позиционируется как такие прям фан-ультразвижения, которые должны биться, прям драть кофты, куртки, разрывать людей на куски. Нет, мы просто лампово сидим, поддерживаем команду свою, любим ее. Вот то, что вот были случаи, когда на нас там какие-то, какая-то шайка школьников нападала, там шарф отобрали, еще что-то. Ну, то есть мы спокойно здесь сидели, никого не трогали, всегда шли навстречу, в случае, если там какие-то пьяные алкаши пристают, еще что-то. Ну, как говорим, ребята, отойдите. Мы все за все ситуации, то есть решаем мирно. Мы не позиционируем себя, опять же, как активные ультразгруппы. Мы не замахиваемся на них. Мы просто спокойно любим футбол. Ну, вот и все. Каких-либо участвовать в драках, стрелках мы не собираемся. Мы за правильную культуру боления, в первую очередь. Потому что у нас, хоть и ребята молодые, у кого-то все-таки уже сейчас есть семьи, надо думать об этом. И ребята, которые играют на поле, они тоже это все понимают. Вот как-то так. На позитивчике. Сегодня Витя пробьет пять пенальти к поворотам Каба. Ему достаточно забить три, чтобы клуб выполнил его желание. Попаде в заявку на ближайший матч. Я вас понял. Смотри, кого на пенальти ставить в следующий раз. Не вовремя очень коронавирус к нам пришел, заглянул на арену Зябликова, на арену труд. Из-за этого приостановились, к сожалению, матч ЛФЛ. У нас были огромные планы. Но мы понимаем, конечно, что сейчас нужно нам всем собраться, стабилизироваться. И вместе бороться с данным, с данным хуйнем, скажем так. Я по-другому не могу сказать, потому что те меры, которые у нас принимают, я считаю полнейшим бредом. То, что с одной стороны вроде и жесткие меры, с другой стороны и позволяют все. Но если вы хотите чего-то добиться, хотите побывать этот вирус, надо как-то все-таки жестче гораздо действовать. У нас, к сожалению, такой народ, который не слушается. Это идет подача углового. Я вас понял. Апофеозом всей этой истории с коронавирусом стало то, что единственным действующим чемпионатом на нашей планете, скорее всего, реально на всей нашей планете, остался чемпионат Беларуси по футболу. Высшая лига. Немного, конечно, и смешно, но с другой стороны, для Беларуси это только плюс. У них пойдут рекламы, матч ТВ уже их показывает. Так что ребята молодцы. Продолжают играть, несмотря ни на что. О последствиях уже о ней будут думать потом. Это уже их проблема. Ну, посмотрим. По крайней мере, вот сейчас недавно пошел матч Слуцк-Динамо-Брест. Очень интересно было посмотреть за гениальнейшими движениями Артема Милевского, Кики и прочих ной-нэмов беларусского футбола. Милевский все-таки поиграл на достойном уровне. На хорошем, где-то 0.5 уровне поиграл. Ну, а так, будем, конечно, смотреть и дальше. Посмотрим, что предпримет беларусское правительство в отношении этого. Ну, посмотрим. Попрошу, так, ремарочку вставлю. Вот на заднем плане мы видим, как типичный беларус играет футбол в типичном беларусском чемпионате. Собственно, примерно так это и выглядит. Я... Между прочим, 80 тысяч, если я не ошибаюсь. Или сколько? Или 300 тысяч. Сколько там штраф был за присутствие вот в этом неположенном месте. Тем временем пришла Беларусская федерация футбола. КДК. Выносит решение. Хоть о дисквалификации игроков с турнира. Кстати говоря, да, слушай, это вот смех с веком. Короче, мужчина, это, я так понимаю, что воз... Это представитель УИФА. Нет, это представитель УИФА, а вот эти вот товарищи, которые делают... Это, блядь, беларусский футбол во главе с Сашей, Александром, простите, Григорьевичем. С Александром Григорьевичем, да, Лукашенко. Че, неужели залетело? Нигде. Ну, бля, у нас так, в основном сейчас очень много, кто работают. Ребята собираются сейчас все реже и реже, потому что у кого учеба, у кого работа, то есть не всегда получается. В какой-то степени переживали то, что мы реально можем распасться, но бывали случаи, когда я один, например, проходил на матч, там, еще один чувак проходил на матч, ну, то есть стараемся поддерживать, не забывать. Потому что понимаем то, что ребятам очень важна наша поддержка, очень приятно. Поэтому мы живы, мы здесь, мы радуем вас сейчас. Не такой-то ты и крутой, да? Есть замечательная история взаимоотношений пиццы и футбольного клуба в ГИК. То, что с самого начала, когда эта вся история шумиха разлетелась, футбольный клуб Химки, по-моему, предлагал своим подписчикам розыгрыш пиццы фирменной. Ну, мы решили тоже как-то подключиться, на свой баннер добавили друзей Москалева. Такой пиццы пепперони хорош, вкусный. Ну, это достаточно интересно было, причем, я так понимаю, покупатели района были. Что у футбольного, что у паблика в ГИК, что у футбольного в ГИК, даже, ну, так как больше интерактив. И вкусно, и интересно. А поле закрыто. Ну, это уже просто дежавю, короче. Есть очень много спонсоров футбольных клубов, которые спонсируют пиво. В свое время в Киргизии было клубов 6 где-то, где рекламировали пиво. Там были наше пиво, яр пиво. Мы решили чуть-чуть отлечиться. Мы против алкоголя в общественных местах. Мы за пиццу в общественных местах. Покупайте пиццу в пепперони. Самая лучшая пицца. После шоу-ромы с Борисово, не забывайте. Приходите к дятю Ашоту, скажите, что я от пиромана, вам достанется скидка 10%. Столько у нас рекламы, ни хера денег. Ни хера нету денег. Честно, знаешь, картина Андрея Ли в поисках спонсоров. Такое. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Это был взгляд с трибуны Не болейте Придерживайтесь нормам ВОЗ Семейной организации здравоохранения Всем удачи Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok